Итак, все, что я расскажу, это реальные истории. 26 мая 2003 года Аарон Ральстон упал со склона и у него придавило правую руку. Он прождал 4 дня и после этого ампутировал себе руку складным ножом. В Новый год одна женщина прыгнула с тарзанки в Зимбабве. У нее порвался трос и она упала в реку, кишащую крокодилами. И ей пришлось выбираться из реки со сломанной ключицей. Клэр Чаплин разбила себе лицо арбузом, который был запущен из огромной рогатки. Мэтью Бравос был ранен копьем. Дэвид Стриггелл получил удар в челюсть от кенгуру. Но самое удивительное, что когда их просили рассказать об этом, они улыбались, пожимали плечами и говорили, могло бы быть и хуже. Поэтому давай, расскажи мне, расскажи, что у тебя в очередной раз был плохой день. Расскажи мне о том, как ты постоянно стоишь в вечных пробках по пути на работу. Расскажи мне о своем боссе, которого ты терпеть не можешь. Расскажи о своей надоевшей работе, которую ты пытаешься бросить вот уже 4 года подряд. Расскажи про свое тяжелое утро, какой-то несчастный с утра. Расскажи это тем людям, у которых сгорел ночью дом. Расскажи им, как тебе тяжело вставать в 7 утра. Давай, расскажи это. Когда случается трагедия, люди теряют способность говорить. Когда на мою сестру напали, она не могла разговаривать в течение двух дней. Когда убили моего дядю, нам пришлось отправить целую поисковую группу, чтобы найти голос моего отца. Большинство людей не понимают, что трагедия и тишина, и это одно и то же. Когда в твоей жизни начинают происходить события, которые не под контроль на тебе, ты начинаешь тонуть в океане проблем. Ты начинаешь спрашивать, почему это происходит именно со мной. Тебе кажется, что твой ангел-хранитель наплевал на тебя. Тебе кажется, что Бог не обращает на тебя никакого внимания. Тебе кажется, что жизнь не прекращает наносить тебе удары. Помни, что в мире миллионы людей умирают от обезвоживания. Поэтому абсолютно не важно, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Главное, что в твоем стакане есть вода, так что перестань жаловаться. Никогда не забывай о том, что самые тяжелые ситуации с каждым разом делают тебя все лучше и лучше. Поэтому в следующий раз, когда ты почувствуешь, что твоя жизнь становится трудной, ты должен встать, распрямиться, поднять подбородок и никогда не забывать о том, что любые трудности делают тебя только сильнее. Всегда помни о том, что ты еще жив. Помни, что все могло быть намного хуже. Помни, что жизнь никогда не дает тебе такие испытания, с которыми ты не сможешь справиться. Если твой мир начинает рушиться, просто собери все обломки и построй его заново по частям. Всегда помни о том, что ты все еще жив, что твое сердце все еще бьется. Оно бьется примерно четыре тысячи раз в час. И каждый импульс, каждый удар твоего сердца говорит о том, что ты все еще жив. Так что действуй! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...